Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, Вечный зов родной земли. Вспышальный аппарат. Единственная просьба, кто с фотоаппаратами, давайте так, либо вспышки отключаете. Так, вспышки все отключить, без разговора. А это модели или подлинные? Нет, ну это естественно, что это копия. Это копия, потому что это копия первого спутника, который был запущен, искусственного спутника Земли. Я надпула такая, а мы всей семьей выходили, ждали, когда он прилетел. Ну вот такой не видно, конечно. Вот если вы сейчас выйдете и посмотрите на ночное небо при отсутствии облачности, то на определенных витках, там с первого витка и по первый, второй, третий, и все там 13, 14, 15, 16 витки, вот это можно на небосклоне увидеть станцию большая. Она самая яркая. Это самая яркая звезда будет, которая движущаяся. Вот ее можно и в наших широтах увидеть. Но обо всем по порядку давайте. Вы сейчас находитесь в музее Дом космонавтов. Этот музей был основан по инициативе Юрия Алексеевича Гагарина. Благодаря его инициативе, потому что после первого полета стали дарить разного рода подарки от областей, регионов, люди какие-то. Ну и вот на самом деле потом уже с течением времени и лет здесь я же просил. Ну вот знаете, я же говорил, что вспышку отключите, потому что смотреть невозможно. Валерий Иванович, у меня не было, когда Валерий пошел. Ну вот, Валерий Иванович. Которых уже и в живых сейчас нет, в большей части степени. Либо объекты и подарки, которые дарились отряду космонавтов или непосредственным космонавтам. А также вот из реальных образцов техники. Это вот спускаемый аппарат. Это реальный спускаемый аппарат. Это с теплозащитным покрытием. Он реально был в космосе. Вот это внешне невзрачное на вид теплозащитное покрытие обеспечивает ему возврат, и в том числе космонавтов, как живым объектам, защищает от перегрева и прогара. На самом деле, космический корабль «Союз» состоит из трех частей. Это бытовой отсек, вот средняя часть командного модуля спускаемый аппарат и приборно-агрегатный отсек. Приборно-агрегатный отсек и бытовой отсек, они вот вверху циклограмма показаны. После выдачи импульса они отстреливаются, и дальше на парашюте спускается только вот этот объект. На парашюте, как вы понимаете, уже в атмосфере. После того, как погасили скорость, а первая космическая скорость, вы знаете, на орбите какая, да? 28 тысяч километров в час. Вот такая круговая первая космическая скорость. Если скорость будет меньше, то спускаемый аппарат будет терять высоту, и если больше, то он уходит на электрическую орбиту, то есть подниматься. Дальше, рядом, видите, вот скафандры. Это первые скафандры. Это скафандры еще, которые были разработаны для защиты от агентизации и сохранения жизни первого отряда космонавтов. Потом они претерпели изменения, модификацию. Сейчас, конечно, выглядит уже совсем по-другому, но так или иначе. Здесь также представлены первые образцы космических скафандров. Это легких скафандров, предназначенных не для выхода, а внутри корабля. Они обеспечены только защитой от агентизации. Далее, вот по этому ряду вы видите, что здесь, ну, начиная с Юрия Алексеевича Гагарина, то, что дарились, вот реально предметы бытовые Сергея Павловича Королева. Ему хруточка там, брызгая, почти все очень сложно. И если когда-нибудь вам придется бывать на дыкануре, то вы увидите, что два световых домика, которые стоят рядом, они совершенно маленькие стандартные световые домики, которые были характерны для производства 60-х годов. Там в этом домике две комнаты маленькие, у Сергея Павловича Королева обыкновенный. Там в качестве, обыкновенная, тормозь панцирная, ну, и кабинет, у которых включал там рабочий стол, также самые скромные и простые. Вот это было и место отдыха, и штаб, и он совещание там проводил на Баекануре. И дальше комната, где Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович Питов перед своим первым полетом проводили ночь перед стартом. Это все очень скромно, но тем не менее скорость, с которой создавался этот космодром, она поражает до сих пор. В течение двух с половиной лет был создан космодром и осуществлен запуск пилотированного корабля «Восток». Вот здесь посмотрите, этот тренажер, он полномасштабный. Это, конечно, макет, но это тренажер. Режур когда-то был действующим, в то время, когда мы возили тренировки, через три двух с половиной лета. Там этот «Восток», он представлял из себя вот такой вот стар, естественно, оборудился по распекателям, кормяносителям «Восток», а также предназначен он для непродолжительных полетов. Там, как видите, достаточно скучно представлены для даже навигационное оборудование, но не эти цели присмировали тогда на первых полетах. Потом с развитием космонавтики уже мы это посмотрим с вами на втором этаже. Корабль «Союз» предназначен для доставки трех членов экипажа набор станции и возврата оттуда. Автономность, вообще, этого корабля, в связи с тем, что он достаточно небольших объемов, автономность там через два суток. Но, когда он пристыковывается к станции, идёт сих пор, и, естественно, коктевируется, и задействуется система корабельная, автономность, точнее, автономность, а сроки его эксплуатации в космосе, таким образом, в результате 10 суток продлевается. И это пока вот единственная транспортная шлифта в разъемной космонавтике у нас в России. Но на нём оно считается самым надёжным кораблём и самым дешёвым, на самом деле, кораблём. Вы знаете, что в истории и у нас, в Советском Союзе, планировалось много грандиозных проектов, начиная от «Спирали». И «Спирали» эта была разрабатывалась Владимир Владимирович, генеральным конструктором, КБ «Михаяна». Это космический челнок, который стартовал с носителя сверхзвукамова. Был очень хороший проект, и на самом деле актуальность вот такого типа выведения, она не потеряла и сейчас. В данное время это наиболее оптимально. Технологические и технические возможности уже сейчас у нас каталось, что можно реализовать. Но, кстати, вот эта идея, она, идея была поддержана Сергеем Павловичем Королём, потому что всё это корабли «Восток», «Союз» там, их, это было всё первое. Конечно, когда, что называется, было не до жиру, и финансовые возможности, и технические, ну, при всём, при том, что... Витрины или экспонаты? Экспонаты. Его, Сергея Павловича Королёва, возможностей никто не сомневался, его организаторски, его конструкторски, и всё, что можно было по тому времени от государства Советского Союза, предоставлялась для достижения и решения этой стратегической задачи, и она, на самом деле, эта задача стратегическая была решена в Советском Союзе первой в мире, потому что первый спутник на Советского Союза России в 57-м году, в 61-м году, первый полёт, пилотированный Юрий Алексеевич Гагалин, первый космонавт планеты, затем первая женщина-космонавт, что летел Владимир Перешков в 63-м году, затем первая стыковка на архиве космических кораблей, опять же, российская, потом первый выход Алексея Архива чемпионного в открытой космосе, но тоже российский. Всё это действительно очень здорово угнетало тогда конкурентов и тех, кто... ...без точки, вы даже не... ...без точки, вы... Вот это то, что касалось этой гонки космической, и в результате этого ущемлённого соволюдера, там, лидеров, когда, в СССР, СССР, всего западного мира, они всё-таки сосредоточили усилия на статистическую задачу полёта на Луну. И она, кстати, была, эта задача выполнена, на СССР тоже готовилась к этой программе. И на самом деле, мы были близки, если, что называется, нога в ногу, но, к сожалению, вот к тому времени, скорее всего, уже смерть, как и палочка-каралёва, что-то внесла, ну, скорее, коррективы, и не смогли справиться с этой очень серьёзной задачей нового носителя, L-1 Лунного. Гонкиозный же проект, но две катастрофы, они антрофили, и американцы оказались впереди, сортовали первыми, и осустили облёт Луны, посадку новому носу человеком, хотя они всё там слог ласкые, и риск был весьма высокий. И вы знаете, наверное, в апреле, вот здесь, около 13, где как раз на основе этих реальных событий, когда члены экипажа, три человека, ну, просто чудом остались выигрывать и вернулись на деньги. Но при этом надо отдать должное, конечно, также, вот более, мастерство астронавтов в Соединённых Штатах Павель, и той подъездке любви и досуверенны, которая оказывала всем лицами этой задачи, во многом они вручную, сохранили себе жизнь, и, в общем-то, избежали этой катастрофы. После этого программа «Жудная была свернута», но результатов, все-таки эмоция состоится, когда в луноход был отправлен на Рунун, и заставлены образцы Грунта, и также американские разделили образцы Грунта, и там луноход, и есть только скилотированный, что называется, режимистая страна, что не ездил по Луне, это, конечно, колоссальное достижение, нерамое, и нескольким, и нескольким омориатом достижений, но, тем не менее, все-таки, его первые полеты и медленные скилповки, и, в нем, с первым человеком, они принадлежали сюда в Россию. И это является, конечно, нашим самым последним запасом. И сейчас корабль стоит, и, в общем-то, что он не знает, но он, естественно, выполняет задачи доставить на нас на новостанцию и на граждане на посадку. Так, теперь мы с вами посмотрели вот здесь. Ну, посмотрите, это же вот москитель, который Владимир Михайлович Комарова. Знаете, что он погиб? Погиб при считании космического корабля «Союз». Упитывалось тогда новое парашютная система. Но, как во всем новом, бывают и неудачи, связанные с риском. Тогда эта парашютная система полностью не отработала в штатном режиме и он погиб от соударения о землю. То есть с большой скоростью столкнулся с земной поверхностью спускаемая капсула. Были еще неудачи на протяжении наших полетов в те годы, в том веке. Это гибель трех человек в Болках-Пасаеве Добровольске. Тогда они стартовали уже и ходили в плотные слои атмосферы без скафандров, не надевая сейчас требования после этой катастрофы и на выведении, и на спуске, и на стыковке обязательное с применением легких скафандров сокол. Ну а на выход мы с вами посмотрим на втором этаже. пойдемте там в следующие разделы. Это вот реальная обратная тренажера, инструктор сидел за этим тренажером и в те 60-е годы осуществлялась тренировки и подготовка космонавтов здесь в центре подготовки. В этой комнате посвященной в основном опять же первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину это точно тоже подарки, которые были в основном подарены после первого полета. Вот здесь начиная от расписания полетов и посещений зарубежных стран Юрия Алексеевича Гагарина после первого. Значит видите 61-го года это первая Чешская социалистическая республика, дальше Бонгалия, Таня, Англия, в общем и дальше по списку. Все это Юрий Алексеевич Гагарин совмещал. Авторитет безусловно космонавтики был высочайший. Слава которая свалилась на Юрия Алексеевича грандиозная, но он достойно нес и преодолевал эти трудности, воевал с этими медными трубами, но и остался весьма доступным и простым человеком надо отдать должное далеко не все с этим справлялись. Вот это его домик, здесь макет его домиков Клушина тогда сейчас под Гагарином, а тогда был Гжат в Смоленской области. Здесь газеты, которые освещали. Тут его путь Юрия Алексеевича представлен Гагарином. И вот здесь окончание его жизни на земле. Представлены фрагменты документов документов, которые были с ним удостоверения офицера полковника 27 марша 68 года жизнь первого космонавта планеты оборвалась в результате авиационной катастрофы. Вот эти березы, видите, срубленными самолетом плутинами 15 с углом наклона траектории 70 градусов они вошли в землю и погибли вместе с советским инструктором, героем Советского Союза, летчиком-испытателем, героем Великой Отечественной Войны. Пойдемте в следующую комнату, у нас по времени не так много времени. Чупа! Баба! Ну, я бы организовала вот по инициативе Алексея Гагарина. А как статус музея ему до настоящее время не придали. Вот статус космического музея, какой он должен быть либо там городским, либо губернаторским, либо там поэтому угодно так или иначе это тоже одна из проблем. Но тем не менее все экземпляры и предметы экспонаты, которые здесь, они являются реальными. Это копии только тех кораблей и двигателей, которые не могли сюда вместиться. На самом деле скафандр это реальный скафандр Орла, скафандр для выхода космонавтов в открытый космос. Вот этот скафандр он также на протяжении уже десятилетий доказал свою эффективность и надежность и очень много уже сделано выхода для того, чтобы именно в такого типа скафандра весит он на земле больше сотни килограмм, но, как вы понимаете, в невесомости там сохраняется масса, но веса нет и перемещаясь, достоинство, скажем, этого скафандра перед американским основное то, что космонавт или астронавт может самостоятельно и войти и выйти вот американский скафандр он предназначен в обязательном порядке для надевания и раздевания вспомогающим потому что там есть лоу-торс, аппа-торс то есть там он разделен хотя он, конечно, с точки зрения комфорта и работы в открытом космосе там из-за того, что давление меньше он мягче у нашего давления не выше он жестче но с другой стороны время деситурации для работы в американском скафандре необходимое там 4 часа а у нас у нашего там 30 минут это тоже есть во всем есть свои плюсы есть свои минусы а это представлено так же старое испытанное кресло оно в общем-то без особых изменений применялось и сейчас вот в таком виде вот образец последний там скафандра сокол он представлен здесь но как видите вот поза космоната она остается той же самой которая была в то время предложена нашими российскими конструкторами конечно вы видите простота во-первых простота надежность конечно есть недостаток комфорта это безусловно но благодаря тому что вектор перегрузки воспринимается грудь-спина это поза которая позволяет максимально эффективно переносить перегрузку конечно грудь у меня находится вот в такой эмбриональной позе но она связана и внутри спускаемого аппарата очень мало пространства кораблик маленький надо еще раз говорить это самое дешевое в мире транспортное средство и самое надежное в мире достатки на орбитах далее пойдем дальше ладно далее это также уже из истории нам представлен обыкновенный там велотренажер космонавт находясь на орбите должен преодолевать это длительное воздействие летаем мы сейчас месяцами по полгода и более тренировать мышечную систему поскольку в невесомости происходит атрофация мышц поэтому здесь этот виларгометр он и сейчас с некоторыми изменениями находится на орбите в основном для того чтобы тестировать и тренировать мышцы рук поскольку выход в открытый космос осуществляется в типе перемещения там требуется в основе своей силовая выносливость в руках многие фактически в невесомости не работают человек не ходить не бегать там не может а так перемещение за счет того что ты вынужден постоянно преодолевать сопротивление скафандра на протяжении нескольких часов для этого нужно через принятие решения оставить экипаж и силы для того чтобы открыть закрыть пилки проработать в космосе с нескольких часов до шести часов не снимаются там на самом деле да на самом деле есть и для того есть сложная ноги тренировать но для тренировки ног и вообще для охотно-двигательного аппарата стрессирования там есть беговая дорога сейчас уже современная беговая дорога которая позволяет бегать и это является обязательным условием для тех космонавтов которые находятся на борту чтобы ослабить поведение кальция и сохранить прочность в космах поэтому каждый день отводится по графику полтора часа для хронических занятий а лёгкий да 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 ну давайте мы все расправление начинаем начинаем давайте все сейчас тогда прощаем только пригласить с этой царевой иконочкой спасибо там Борисов там да 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 ну да ну ладно сейчас мы закончим так нас приглашают подчетные пости ограниченные там во времени но из космонавтов те которые тоже должны поэтому с вами сейчас закончим посмотрим и пойдем что вот в управлении вот к моменту гибели здесь предметы интерьера те самые которые были у него в кабинете вот его шинель фуражка шкаф там вот эти вот портреты карта то есть Юрий Алексеевич Гагарин вот на 68-й год находился на должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов заместитель полетной подготовки и он очень долго добивался чтобы сохранилась за ним возможность летать на самолетах но к сожалению вот в результате авиационных простроков он и погиб часы остановлены именно на том времени когда он погиб вот 10.31 минута 27 марта портрет Сергея Павловича Королёва Целковского вот такие телефоны когда незатейливая ну медель которая на тот момент была карта Советского Союза она конечно карта уже переклеена новая когда она была вся разрисована старая но к сожалению она вот не сохранилась да даже вот такую карту потом найти наклеить сейчас уже трудно найти на самом деле вот такую карту она 20-ти километровка не секретная но тем не менее таких уже не выпускают но помимо связь подготовка вот маршруты перелетов тогда тренировки проходили по всему Советскому Союзу до сих пор до сих пор вот эта комната продолжает работать в качестве реальной комнаты в которую приходят действующие космонавты и перед каждым полетом основной дублирующий экипаж космонавтов заходят основной экипаж оставляет запись все члены экипажа вот садясь на эти стулья за этим столом пишут то что они считают нужным какое-то о посещении кабинета Гагарина ну и дальше улетают на Байконур вот я прошу прощения что мы так быстро все нам надо спуститься на первый этаж в зал и тогда мы приступим вот к церемонии обучения грамотами тех кто у нас участвовал в Гагаринском уроке вам спасибо большое поэтому я предлагаю пройти вниз туда в зал у нас садясь и садясь судьбу он всегда к этому сонимает и я надеюсь я ему не подойду Юрий Алексеевич Гагарин всегда первый был и ездил в Байконур Гагарин для меня человек на которого мы ориентируемся который нам показал что нужно человечеству и Юрий Алексеевич Гагарин это профессионал муж для человека и примерное подражание я воспринимаю Юрия Алексеевича Гагарина как одного из тех легендарных личностей в истории человечества который открыл новую эру для движения вперед Юрий Алексеевич Гагарин для меня это символ нашей Родины символ России для меня личность Юрия Алексеевича представилась все лучшее что есть у человечества лучшие человеческие качества качество профессионала стремление познания Вселенной Юрий Гагарин человек потрясающей харизмы это действительно символ нашей страны Юрий Алексеевич Гагарин это герой нашего времени герой который прославил нашу страну и наш народ Юрий Алексеевич Гагарин Юрий Алексеевич Гагарин это символ победы нашего города Юрий Алексеевич Гагарин космос это мы гагарин это наша эпоха это движение вперед космос наше будущее Юрий Алексеевич Гагарин Юрий Алексеевич Гагарин Юрий Алексеевич Гагарин Юрий Алексеевич Гагарин в котором уже третий год подряд проходит 12 апреля международный день первого полета человека в космос в день космонавтики урок был включен Министерством образования и науки России в календарь образовательных событий 2017-18 учебного года и рекомендован к проведению в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации в этом учебном году гагаринский урок был посвящен юбилейным датам в истории освоения космоса 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и 30-летию программы «Буран». Проведение гагаринского урока «Космос – это мы» было поддержано Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» Россотрудничеством с семьей Юрия Алексеевича Гагарина и Союзом журналистов России. Урок впервые был инициирован в год 55-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос Героем Российской Федерации Летчиком-космонавтом Российской Федерации Юрием Валентиновичем Ланчаковым Советником Генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» В 2017 году при содействии «Роскосмос» Гагаринский урок был проведен в 81-е, а в этом году уже в 97-ми странах мира. В 2018 году к Гагаринскому уроку впервые присоединился Мемориальный музей космонавтики города Москвы. Информационно-справочные фото и видеоматериалы для проведения Гагаринского урока были подготовлены педагогическим отделом этого музея. Старт к Гагаринскому уроку по традиции все три года дает экипаж находящимся на Международной космической станции. Внимание на экран! Дорогие друзья! Наши будущие коллеги! 12 апреля! Международный день полета человека в космос! День космонавтики! Уже третий год подряд мы отмечаем проведение Гагаринского урока «Космос – это мы!» Традиция стала доброй! Наш урок проходит по всей территории Российской Федерации и в 81-й стране мира. Гагаринский урок в этом году посвящен 30-летию программы «Буран», 20-летию нахождения Международной космической станции на орбите Земли и 50-летию полета всеми нами уважаемых первой женщине-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. Материалы для нашего урока подготовил Московский музей космонавтики. В этом году Гагаринский урок откроет почетные парты героев в нескольких школах Российской Федерации. Первую и главную парту героя космоса Юрия Алексеевича Гагарина мы с вами установим в школе номер один города Гагарина, в которой учился первый космонавт планеты. Почетную парту дважды герой Советского Союза легендарного летчика-космонавта СССР Бориса Валентиновича Волынова в школе номер один города Прокопьевска. В «Звездном городке» в школе имени космонавта Владимира Михайловича Комарова мы откроем почетную парту учеников, выпускников этой школы, наших коллег и друзей, летчиков-космонавтов России Романа Романенко и Сергея Волкова. Парта откроется и в моей родной школе номер 30 в городе Севастополе в классе, где работает моя первая учительница. Получайте новые знания, похоряйте новые высоты, будьте первыми в деле, которое вам по душе. Стар Гагаринскому уроку 2017-2018 учебного года с МКС ДАРМ. Поехали! Космонавты Роскосмоса, бортинженер 55-й экспедиции на МКС Артемьев Олег и командир МКС Антон Шкаплеров. А сейчас слово предоставляется главе городского округа «Звездный городок», летчику-космонавту Российской Федерации, герою России Валерию Ивановичу Токареву. Добрый день! Я считаю, что сейчас для нашей молодежи вот нет важнее урока, чем этот Гагаринский. По многим причинам. Потому что это и наша история, и это наш сегодняшний день, и это еще и взгляд в будущее. Поэтому я вот всех искренне благодарю, кто смог приехать, кто смог принять участие в осуществлении этого урока. И надеюсь, что он не последний. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я приглашаю на сцену инициатора гагаринского урока, летчика-космонавта Российской Федерации, героя России, Юрия Валентиновича Ланчакова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы космонавты по своей профессиональной деятельности не только как профессионалы работаем, но еще у нас очень много общественной нагрузки. Мы бываем и в школах, и в различных институтах, университетах, учреждениях, воинских частях. Поэтому очень много посещаем именно молодежь. Рассказываем молодежи, зачем нужен космос, для чего нам это, как мы работаем. Рассказываем нашу историю, что очень важно, как сейчас Валерий Иванович сказал. Поэтому спасибо вам, активным участникам, что вы поддерживаете этот урок. И как уже было сегодня сказано, мы начинали, наверное, с нуля. Хотя Гагаринский урок, он и шел давно, как я сказал. Ребята очень много ездят, рассказывают о космосе. Поэтому он уже был. Но просто его сейчас подняли на международный уровень. Это здорово, это правильно сделали. И как было сказано, что в прошлом году 81 страна мира участвовала, в этом году уже 97. И я надеюсь и даже уверен, что это дальше будет развиваться, потому что это надо делать. Это надо делать ради нашего поколения, которые идут за нами и ради нашей великой России. Спасибо. Спасибо. В церемонию вручения благодарственных писем от попечительского и организационного совета Гагаринского урока мы начинаем с объявления о том, что за личный вклад в сохранение истории и традиций, имен отечественной белорутируемой космонавтики и популяризацию технических достижений российской ракетно-космической отрасли среди подрастающего поколения россиян благодарственным письмом награждается министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. Руководитель департамента государственной политики в сфере общего образования Миноборнауки России Петров Андрей Евгеньевич и советник отдела развития образовательных технологий и ИКТ в сфере общего образования департамента государственной политики в сфере общего образования Миноборнауки России Надежда Валентиновна Беляев. Вот три благодарственных письма будут переданы в Министерство образования и науки Российской Федерации. Надо сказать, что Ольга Юрьевна и Андрей Евгеньевич сделали все возможное для того, чтобы Гагаринский урок ежегодно 12 апреля проходил во всех школах и детских садах Российской Федерации. Спасибо большое. Уважаемый Юрий Валентинович, мы просим вас передать благодарственные письма Буренкову Игорю Юрьевичу, исполнительному директору по коммуникациям Госкорпорации «Роскосмос» и Фадееву Михаилу Геннадьевичу, директору Центра общественных коммуникаций Госкорпорации «Роскосмос». Пожалуйста, спасибо. Передайте им большое за активное участие в Гагаринском уроке. Проводите. Да, можно продолжать. Спасибо. Хочется сказать слова благодарности людям, которые в этом году впервые провели Гагаринский урок в детских технопарках города Москвы. Надеемся, что это станет хорошим примером для технопарков России. Приглашаем подняться на сцену делегацию Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы во главе с заместителем руководителя департамента Алисей Юрьевной Беликой. Пожалуйста, проходите на сцену, если есть представители этого департамента. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить организаторов этого уникального мероприятия за возможность принять участие впервые на наших площадках в этом году. Мы провели это мероприятие на трех площадках детских технопарков. На детском технопарке МГДУ Бауэна, в детском технопарке Мосгормаш и в детском технопарке при Московском политехе. Могу сказать, что обратная связь от ребят была очень теплая. И около 500 московских школьников приняли участие в этом мероприятии. И, конечно же, вызвало наибольший интерес именно живое общение с представителями Центра подготовки космонавтов и, конечно же, с космонавтом-испытателем докарем Валерием Ивановичем, за что им большое спасибо. Хочу сказать, что этот формат именно живого общения наиболее мотивирует ребят на выбор профессии и дает им возможность осознать и пообщаться с людьми, которые посвятили свою жизнь этой отрасли. И на самом деле это самый важный формат, который возможен в рамках образовательного процесса. Поэтому мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, мы надеемся, что в следующем году мы сможем расширить формат и уже провести этот урок на всех 12 детских технопарках, а также подключить туда Центры молодежного инновационного творчества, у которых в Москве уже 69 открыто, и побольше ребят привлечь к этому мероприятию. Еще раз большое спасибо. Спасибо, Алиса. Спасибо, пожалуйста. Для награждения благотворительными письмами сотрудников Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы на сцену вновь приглашается герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Ланчаков Юрий Валентинович, инициатор Гагаринского урока, советник генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». За популяризацию пилотированного космоса среди технически одаренных детей и подростков благотворительными письмами награждается Олеся Юрьевна Беленькая, заместитель руководителя департамента. А также награждаются сотрудники этого департамента Андрей Юрьевич Тихонов, заместитель руководителя. Дмитрий Валерьевич Литвин, руководитель управления развития кадрового потенциала от разовой промышленности. Надежда Ивановна Лобачева, руководитель пиар-направления. Анастасия Владимировна Орехова, начальник отдела продвижения проектов. Михаил Сергеевич Гимитенко, советник заместителя руководителя. Марченко Марина Осьевна, Белянин Алексей Александрович, Лапин Дмитрий Владимирович. Ну что ж, мы надеемся, что вы передадите все сотрудникам, и мы еще более тесно будем сотрудничать по Гагаринскому уроку. Спасибо вам большое. Спасибо. Аплодисменты. Как мы уже говорили, в этом году Гагаринский урок прошел в 97 странах мира. 97 благодарностей за подписями легендарных летчиков-космонавтов уйдут по электронной почте во все российские центры науки и культуры за рубежом. В этом году к Гагаринскому уроку подключился и Конгресс российских соотечественников, а это более 30 миллионов русскоязычных соотечественников, проживающих за рубежом. Сейчас на экране мы с вами увидим яркий пример работы наших соотечественников по сохранению истории и популяризации достижений советской и российской космонавтики. Внимание на экран. Гагаринский урок «Космос – это мы». От имени Координационного совета российских соотечественников я хотела бы вас поблагодарить за вашу великолепную идею, которая вдохновила нас в этом году на новые уровни, на новые достижения в проекте празднования Дня космонавтики в Харватии. Мы вошли в ваш проект благодаря Россотрудничеству. Именно представитель Россотрудничества Наталья Юрьевна Якимчук предложила нам вашу идею, познакомила нас с ней. И это оказалось абсолютным совпадением наших целей, задач с вашими устремлениями. И поэтому неизмерная благодарность от имени российских соотечественников, проживающих в Хорватии. Уважаем юст Агенту Алексеевича Гагарина, который установлен 18 октября 2016 года. Инициатором этой установки был наш Координационный совет российских соотечественников, проживающих в Харватии. И при этом это стало возможно при большой помощи Росстат и Удничества посольства Российской Федерации, жмиры города Затема и кем-тостата Пакламента, Мирку Кайтази. И еще много-много-много других людей участвовало в установке этого замечательного пюста работы Алексея Леонова. Очень гордимся этим пюстом, переживем его. И надеюсь, что он будет еще долгие годы украшать город Загреба. И в этой связи проект «Каналинский город Космос» и «Тамы» – это просто неизмерная составляющая города Загреба. И просто мы приглашаем вас к нам, приезжайте, и мы будем вместе участвовать в этом проекте вместе со школами, учениками, детьми и педагогами. Спасибо. Меня зовут Елена Пиличева-Чорко. Я являюсь председателем Координационного совета российских соотечественников, проживающих в Хорватии. Такие координационные советы существуют и работают в 96 странах мира. И идею им положил наш уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Коутиевский. Это был еще и неизмерный. Редактор субтитров А.Семкин Южная Америка, Северная Америка и так далее. Африка, Северная Африка, Южная Африка. А также существует и Всемирный Координационный Совет, в состав которого входят всего 26 человек из всего мира. И замечательно, я совершенно счастлива, что наш Координационный Совет один из первых включился в ваш проект. И меня это совершенно вдохновляет. Объявление о вашем проекте и информацию с разрешения и Элеоноры Валентиновны Митрофановой, которая присутствовала в Словении 13-14 апреля. Из разрешения Елены Анатольевны Митилковской, автора и инициатора проекта, я объявила на региональной конференции председателей Координационных Советов Европы. И проект «Встреча с большим интересом». Я являюсь членом регионального Европейского Координационного Совета. Прошу вас разрешения нести его дальше по странам Европы и представлять, и, может быть, в какой-то степени помогать, кулировать вам и нам. И в этой связи еще раз слова благодарности, еще раз желаю вам всем доброго здоровья, радости и всего самого-самого светлого, потому что вы герои нашего времени и племени. И для нас большая честь быть с вами. Спасибо. Мне очень приятно представить команду, которая 7 лет подряд с 2011 года организовывает празднование 12 апреля «День Юрия Гагарина», как мы здесь называем, или «День космонавтики». И это только маленькая часть наших сотрудников, наших помощников, потому что рабочий день, и многие заняты, многие заканчивают работу на своих рабочих местах. Но мы с вами собрались в музеев, в техническом музее города Заверба. И рядом со мной будет сотрудник этого музея, с Вонимир Дерман, который сейчас вам расскажет несколько слов о луноходе, совершенно неожиданно оказавшемся здесь в 1987 году. С другой стороны, от меня моя коллега по этому проекту, в основном Лиднер, она в этом проекте с 2013 года, поэтому мы сделали уже много очень работы и любим эту тему, и я думаю, что и дальше будем идти просто такими большими-большими шагами. И еще один наш коллега, Драгиш Абрашевич, инженер, и наша техническая поддержка по многим вопросам, которые касаются организации этого проекта. В нашем составе бэнт очень такие, это студенты русского языка, которые прекрасно будут исполнять песню, трава у дома. Точно так же в нашей команде молодежь и российские соотечественники и хорваты. Точно так же есть еще несколько инженеров и ученых, которые любят российский космос, уважают его, хорошо знают его, и поэтому сейчас мы начнем с маленькой презентации лунохода, а потом мы продолжим нашу экскурсию по таким знаменитым местам Загреба, где рождается, родилась и живет далее идея празднования Дня космонавтики. Я предоставляю слово Звонюмиру Драгу. Пожалуйста. О, из-за нас, что можете видеть, и макета лунохода у правой величины иначе околу Лунохода за град в Загребу в 1987-е годы. Сзади нас находится макет лунохода в его оригинальном размере, который мы обладали городу Загребу Советским Союзом в 1987-е годы. Он не радио никаких модель дана, предпочитался в резину под 2 километра на сад. Он работал в течение примерно одного года, двигался со скоростью 2 километров в час. Он на долгое время был забыт после своей работы и только недавно, около 2 лет назад, на фотографиях Наса снова был найден на поведенном селуне. Так что, вот такая маленькая история о нашем Загребском луноходе в которой мы вас приглашаем увидеть своими глазами, приехав в наш город на празднование 12 апреля следующего года. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Также я хотела бы сообщить вам приятную весть, что в этом году в центре самого главного мероприятия была культурно-художественная программа, которая называлась «Звездный городок». И было показано приветствие космонавтов из вашей программы «Из космоса». Это все было, в общем-то, очень интересно и необыкновенно нашим зрителям. Само мероприятие проходило в техническом музее, именно на платформе, где находится музей. И точно так же очень важно, что благодаря именно вашей идее проекта мы провели в Хорватии в нескольких городах Гагаринский урок. Уроки прошли в Загребе, в нескольких школах, где преподается русский язык. Прошли в Сплите, прошли в Рейке. Город Рейка – это город, где родился знаменитый советский конструктор, но хотя он итальянско-хорватского происхождения, Роберт Леопольдович Бартини. И поэтому для нас вообще важно все, что связано с космосом, с российским космосом. И мы хотели бы сотрудничать. Мы – это именно наш Координационный Совет, в состав которого входит 16 общественных организаций из целой Хорватии. И мы бы очень хотели с вами сотрудничать. Именно 12 апреля на торжественном празднике и праздновании Дня космонавтики был объявлен международный конкурс «Космос – это мы». Именно с разрешения, мы воспользовались этим названием, с разрешения Елены Анатольевны Метелковской. Таким образом, мы соединяем, наверное, наши усилия, вашу идею и наш потенциал. И комплекс будет объявлен по всему миру через сеть именно Координационных Советов. Поэтому приготовьтесь. Нас в мире много, нас почти 30 миллионов. И я надеюсь, что не сразу, но постепенно эта часть российских соотечественников станет частью вашего проекта. КОНЕЦ Мы продолжаем наше путешествие по космическим местам города Загреба. И сейчас мы с вами находимся в классе изобразительного искусства Школы Короля Кобеслава города Загреба. К нам сегодня присоединился, сейчас в это время присоединился, автор идеи празднования Дня космонавтики Бруно Орешкович, Макэмонадо Ившиев, очень перспективный, талантливый. И Вестамлина, еще раз вам ее представляю, в том, в том, в удивительном космическом головном уборе, которое делают дети на уроках изобразительного искусства. Она представляет Школу Короля Кобеслава города Загреба. Я представляю Координационный Совет Российских Соотечественников в Республике Харбатии, председателем которого я являюсь уже 9 лет. И рядом со мной инженер Драгиша Брашевич. Итак, мы находились в этом классе изобразительного искусства. Мы хотим сообщить всему честному миру, что наш комитет объявил конкурс изобразительного искусства для детей с 7 до 14 лет. Но объявлено в рамках гагаринского урока «Космос» — это мы. И в этой связи мы бы очень хотели рядом с коллегами из Хорватии, с художниками и профессионалами, такими как Вивина Тумашевич Данчевич, председатель ИНЦЕА в Республике Хорватии. Вестам Лива, художник, профессионал и педагог. И рядом других видеть и токаря Валерия Ивановича, главу «Звездного городка», «Герой России», «Летчика-космонавта» российской литерации, заместителя председателя попечительского совета гагаринского урока «Космос» — это мы. Юрчинина Федора Николаевича, «Летчика-космонавта» Российской Федерации, «Герой России», «Члены Союза художников России», «Члены Союза журналистов России», «Члены Печительного совета» гагаринского урока. Метилковскую Елену Анатолику, «Члены Союза журналистов России», «Советника-клаба-изакова» «Звездного городка», «Автора идеи» и «Координатора проекта» «Гагаринский урок» «Космос — это мы». Ланчакова Юрия Валентиновича, «Герой России», «Летчика-космонавта» Российской Федерации, «Инициатора идеи» «Гагаринского урока» и «Артюхину Наталью Витальевну», «Директор мемориального музея космонавтики города Москвы». Сострами города Закима, комиссии этого конкурса, будет работать также «Директор технического музея» госпожа Маркита Фрауныч. Я обращаюсь к Юрчихину, Федору Николаевичу. Федор Николаевич, в силу того, что мы назвали наш конкурс «Космос — это мы» с разрешением Дилковской Елены Анатольевны, я прошу вас, мы все просим вас принять наше приглашение стать почетным председателем конкурса детского рисунка «Космос — это мы», который начинает свой старт из Загреба, но я надеюсь, что первая выставка пройдет в Мемориальном музее космонавтики в Москве. И поэтому ваше участие для нас это большая честь, это очень важно для всего мира. Я надеюсь, что вы нам не откажете. Конкурс объявлен 12 апреля во время торжественного празднования Дня космонавтики в Техническом музее Никола Тесла, и он начинает шествие по планете. Надеемся на ваш положительный ответ. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Елену Александровну Пеличеву-Чарко Председателя Координационного Совета Организации Российских Соотечественников Республики Хорватия Координационный Совет Организации Российских Соотечественников Республики Хорватия И Орбкомитет по празднованию Международного дня полета человека в космос в Республике Хорватия Я назвала Крыканову Анастасию Евгеньишну, второй после Митропанова Примите, пожалуйста, благодарственные письма, спасибо вам и надеемся на дальнейшее сотрудничество Мы продолжаем церемонию награждений и приглашаем на сцену члена Союза журналистов России и Подмосковья Алексея Валерьевича Сокольского Автора прекрасного интервью в журнале «Горизонты культуры Подмосковья» с Федором Николаевичем Юрчихиным Получившим многочисленные опытные читатели Благодарственное письмо вручает герою интервью Федор Николаевич Юрчихин Благодарственные письма вручаются Миронову Екатерине и Митилковскому Александру Есть? Поднимаемся под аплодисменты Они оказали большую помощь в подготовке фотопыставки «Наш дом. Земля» Федора Юрчихина Перед самым стартом легендарного космонавта на МКС Выставка с большим успехом прошла в центральном доме журналиста Благодарственное письмо и фото на память с Федором Юрчихиным Фото на память можно сделать? Спасибо Спасибо большое Пожалуйста, Федор Николаевич Ну, можно коротко. Принимаю предложение Вот, а если действительно, то для меня большая честь участвовать в этом конкурсе Быть в жюри этого конкурса, поэтому большое спасибо за приглашение Постараюсь оправдать отчаяние всех тех, кто меня туда рекомендовал Спасибо, а космос — это мы, это действительно мы, потому что все мы летим на большом, огромном корабле Имя которому — планета Земля И мы один большой экипаж И от нас зависит, насколько дружно, правильно, без катастроф Самое главное — этот корабль будет идти в свое дальнейшее плавание Спасибо Спасибо и вам Желаю успехов Мы продолжаем наше торжественное мероприятие И на сцену сейчас я с удовольствием приглашаю уникальную космическую семью Волынов Дважды герой Советского Союза Летчик-космонавт СССР Борис Валентинович Волынов Представитель первого гагаринского набора космонавтов Председатель попечительского завета гагаринского урока И его супруга, профессор, доктор технических наук Автор книги «Космос. Плеяда первых» И, надо сказать, самый трепетный попечитель гагаринского урока Тамара Федоровна Волынова Аплодисменты! Дорогие друзья, мы понимаем, что не все сегодня смогли быть с нами И поэтому сейчас в блоке награждений журналистов Просим передать тем коллегам, которые отсутствуют, их благодарственные письма За вклад в широкую популяризацию мероприятий гагаринского урока Благотворительные письма вручаются Соловьёву Владимиру Геннадьевичу Председателю Союза журналистов России Хитисовой Татьяне Владимировне Помощнику Председателя Союза журналистов России Розевичу Яну Владимировичу Руководителю пресс-службы Союза журналистов России А можно ли на центр немного, а то уже нам тут некий поток будет Да? Чуть-чуть на центр, давайте сместимся Спасибо огромное! Веденеевой Наталье Владимировне Обозревателю газеты «Московский комсомолец» Есть кто-то из Союза журналистов? Поднимите руку Никого! Значит, награды уходят обратно за кулисой Мы потом передадим Ячленниковой Наталье Вячеславовне Редактору отдела науки и образования ФГБУ редакции российской газеты Колесниковой Ксении Дмитриевне Старшему корреспонденту отдела науки и образования ФГБУ редакции российской газеты Спаской Галине Романовне Молодежной ассоциации новых журналистов АПЛОДИСМЕНТЫ Кто-то идет, кто-то идет, кто-то радует АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, давайте, да, давайте я буду еще раз зачитывать, да, и, наверное, мы как-то наградимся все Ячленниковой Наталья Вячеславовна Есть у нас? Ячленниковой нет Колесникова Ксения Дмитриевна Есть? Нет Спаская Галина Романовна Есть И Молодежная ассоциация новых журналистов Пожалуйста, найдите это Благодарственное письмо Спаской Галины Романовне Шутовой Людмиле Петровне Ретирент у Союза журналистов Подмосковья Идет Людмила Петровна к нам Пожалуйста, выносим благодарственное письмо И получаем его из рук легендарной нашей пары космической Тамара Федоровна Волынова и Борис Валентинович Волынов Внимайте, снимайте Вот у нас Шутова Людмила Петровна Ретирент Союза журналистов Подмосковья Благодарственное письмо вручается папу Аврелиану Владимировичу Автору фирменного стиля Гагаринского урока Нет, еще мы продолжаем от рождения Митилковской Елене Анатольевне Главному идейному вдохновителю Координатору Гагаринского урока По всему миру Пожалуйста, Елена Анатольевна, на сцену Елена Анатольевна Ну вы выйдете, девочки найдут Давайте Аплодисменты Елене Анатольевне Харькову Алексею Владимировичу Завестителю директора Дирекции информационного обещания УАО Телерадиокомпании Вооруженных сил Российской Федерации Звезда Я вижу, что Алексей Владимирович к нам идет Правильно? Очень приятно, что вы сегодня с нами Проходите, пожалуйста Алексей Владимирович Пожалуйста, включите его благодарность Благодарственное письмо Вручается Корзину Никите Валерьевичу Ведущему отдела выпуска службы Телевизионного обещания Дирекции информационного обещания Телерадиокомпании Вооруженных сил Российской Федерации Звезда Передайте, пожалуйста Спасибо И еще одна награда Уходит в Телерадиокомпанию Вооруженных сил Российской Федерации Звезда Благодарственное письмо Вручается коллективу Этой телерадиокомпании Благодарственное письмо От выпечительского совета И оргкомитета Гагаринского урока Вручается Струговцу Дмитрию Васильевичу Витальевичу, простите Заместителю руководителя силовой редакции Международного информагентства Россия сегодня Ковалеву Александру Александровичу Специальному корреспонденту Международного информагентства Россия сегодня Александр Александрович Сегодня с нами Спасибо вам Благодарственное письмо Вручается Кайрану Денису Мериховичу Корреспонденту управления информации На русском языке Главной дирекции информации Международного информагентства Россия сегодня Передайте, пожалуйста, коллеги Денису Мериховичу Передайте, пожалуйста, награду Благодарственное письмо Вручается Чернышовой Наталье Александровне Председателю Союза журналистов Подмосковья Сибири Дарю Союза журналистов России Наталья Александровна С нами Подборные аплодисменты Поднимаются на сцену И получают Заслышанную награду Из рук Итак, слово, пожалуйста, предоставляется Уважаемые коллеги, журналисты Уважаемые гости И хозяева этого праздника Я благодарю вас За возможность Участвовать в этом Правильном деле Это очень правильное дело И мы с вами, журналисты Должны сделать все Чтобы героями нашего времени Были летчики-космонавты А не деятели там Шоу-бизнеса Эти массовой культуры А это зависит от нас с вами Спасибо всем Организаторам этого проекта И журналистам Которые в этом Участвуют Спасибо Спасибо, Наталья Александровна Благодарственное письмо Вручается Яковлевой Татьяне Леонидовне Журналисту Мытищинского Информагентства Пожалуйста, поднимаемся К нам на сцену Благодарственное письмо Вручается Мельниковой Ирине Анатольевне Журналисту Мытищинского Информагентства Все награждаемые Остаются на сцене Для общего фото на письме Благодарственное письмо Вручается Пассажинниковой Оксане Александровне Руководителю Пресс-службы Администрации Городского округа Мытищи Благодарственное письмо Вручается Шушлиной Александре Андреевне Регренту Союза Журналистов Подмосковья Аплодисменты Сегодня Союз журналистов Подмосковья Ирина Анатольевна Для получения Благодарственного письма Приглашается Полищук Витольд Александрович Александра Евгеньевна Союз журналистов России Она сегодня Тоже с нами Спасибо вам Благодарственное письмо Вручается Островскому Александру Николаевичу Руководителю Телестудии Роскосмоса Продолжаем Благодарственное письмо Вручается Немировскому Константину Владимировичу Завестителю Руководителя Телестудии Роскосмоса И Такое же Благодарственное письмо Вручается Всему коллективу В телестудии Роскосмоса Пожалуйста Всему коллективу Спасибо вам огромное За то Что вы Так активно Участвуете В популяризации Гагаринского Урока Также Благодарственным письмом Награждается Сабита Рифат Абдул Багапович Завеститель Генерального директора Руководителя Регионального департамента ВКСРК Переходим И Никитин Андрей Анатольевич Завеститель Руководителя Регионального департамента ВКСРК А также Благодарственное письмо Вручается Творческому коллективу И реалам ВКСРК В регионах И еще одна Благодарность Управлению По работе С молодежью Администрации Городского Огрога Мытищи Представители Города Получились ВКСРК Большое всем Спасибо Ну я знаю Что кто-то От журналистов Еще От журналистов А потом Тамара Ну давайте Тамара Федоровна Женщины Вперед Конечно Слово предоставляется Тамаре Федоровне Волынов Вы знаете Я с большим Удовольствием Принимаю участие В этом мероприятии Во-первых Потому что Это связано С нашими Замечательными Космонавтами Которые Действительно Для нашей Молодежи Могут служить Примером Для подражания Особое уважение Особые слова Благодарности Я хочу сказать Союзу Журналистов Дело в том Прежде За Ту Высокую Для меня Очень неожиданную Оценку Книги Космос Плеяда Первых Я Эту высокую Оценку Это Золотое перо России По номинации Литературные Произведения Эту высокую Оценку Я отношу Прежде всего И к герою Этой книги Первой Двадцатки Который После полета Гагарина Отрез Стал называться Гагаринским Спасибо Спасибо Всем За участие Спасибо За то Что вы Приехали Сюда И Спасибо Нам Всем За то Что нас Объединило Имя Космонавта Первого Нашей Первого Космонавта Нашей Страны И первого Космонавта Мира Он был И навсегда Останется Первым Награжденных С большим Удовольствием Журналистов Поздравляю Спасибо За внимание Спасибо Большое Тамара Тедровна Ну а Теперь Я слово Передаю Журналистам Дорогие Друзья Вы знаете Даже Стоять Просто На этой Сцене Это Это Как знаете Оскар Получить В космической Отрасли Потому что На этой сцене Я как-то Стою Первый раз Первый раз В своей жизни Обычно Наши Журналистские Братья Сидит Здесь Вот Там Справа И записывает За космонавтами Когда Люди Возвращаются Из космоса И их Награждают В торжественной Обстановке Все они Сидят Стоят Под государственные Гимны Своих стран И выступают В этой сцене Поэтому Для меня Очень большая Счасть И Я надеюсь Для всех Моих коллег Журналистов Стоять здесь И Просто Находиться В Можно сказать Цветных стенах Звездного городка В присутствии Одного из Трех Да Старейших Космонавтов Из Первого Гагаринского Набора Вот Молодые люди Которые здесь Присутствуют Обратите внимание То есть Вы просто Вот Рядом С живой Легендой И Для меня Это огромная Честь Получить Награду Из его рук Поэтому Я Благодарю Вас Всем И Я надеюсь Что дело Космонавтики У нас Будет Процветать И дальше Спасибо Спасибо большое Мы Давайте Сделаем Общее Фото Красивое На память Полукругом Все встанем Да И Затем Продолжим Наше Тожественное Вероприятие Спасибо Всем Большое Я надеюсь Что В 2019 Году Журналисты Будут Еще Более Активны И Гагаринский Будет Иметь Своё Продолжение И Расширение И Географическое И Космическое И Какое Угодно Потому Что Это Действительно Очень Важно Спасибо Большое Вам Тамара Федоровна И Борис Валентинович А На сцену А На сцену Я Вновь Приглашаю Главу Городского Обруга Звездный Городок Летчика Космонавта Российской Федерации Героя России Членов Попечительского Совета Гагаринского Урока Валерия Ивановича Токарева В этом году Гагаринскому Уроку Присоединился Очень важный И необходимый Нам Соорганизатор Мемориальный Музей Космонавтики Города Москвы На основании Фондов Которого Были Составлены Педагогическим Отделом Музея Рекомендации Для проведения Урока 2018 Года На площадке Музея Была проведена Видеоконференция С героями Космоса Участниками Событий Космического 2018 Года Ее зрителями Стали Организаторы Гагаринского Урока На местах Старшеклассники Интересующиеся Космической Тематикой И руководители Сотрудники Российских Центров науки Культуру За рубежом А также Все желающие Для вручения Благодарственных Писем Руководству И сотрудников Мемориального Музея Мемориального Музея Космонартики Города Москвы На сцену Приглашается Заместитель Директора Музея Лариса Викторовна Харитонова Пожалуйста Лариса Викторовна Мы рады Вас видеть Сегодня Здесь У нас В Доме Космонартов Благодарственными Письмами Награждаются Затрудники Наталья Витальевна Артюхина Директор Музея Вячеслав Любовь Заместитель Директора Музея Космонартики По научной Работе Александр Иванович Лавейхин Герой Советского Союза Летчик Космонавт СССР Заместитель Директора Музея Космонартики По пилотируемой Космонартике За подготовку Методических Материалов Гагаринского Урока Благодарственным Письмом Награждается Дмитрий Александрович Стальной Руководитель Отдела Музейной Педагогики Музея Космонартики А также Наталья Владимировна Буткевич Младший Научный Сотрудник Музея За организацию Прямой Трансляции Гагаринского Урока И встречи 11 апреля Награждается Елена Сергеевна Земская Специалист По маркетингу Музея Космонартики За дизайн Презентацию Награждается Мария Юрьевна Шумилова Дизайнер Музея Космонартики За Фотосъемку И трансляцию Дмитрий Валентинович Сушко Фотограф Музея Космонартики За техническую За техническую Поддержку Проекта Награждается Александр Михайлович Бутенков Руководитель Отдела Программно-технического Обеспечения Музея Космонартики Артем Александрович Поплов Ведущий Инженер Отдела Программно-технического Обеспечения Музея Космонартики Илья Олегович Кратевич Инженер Отдела Программно-технического Обеспечения Музея Космонартики За Коммуникационную Поддержку Проекта Награждается Дарья Юрьевна Чутная Руководитель Отдела По связям С общественностью И маркетингом Музея Космонартики Ольга Сергеевна Филимонова Специалист По маркетингу Музея Космонартики Ну что ж, большое спасибо Лариса Викторовна Мы надеемся, что вы передадите Всем сотрудникам Музея От нас большой привет И благодарственные письма И в дальнейшем Мы будем сотрудничать И дальше Для развития Гагаринского урока Спасибо вам большое Музея Значит, музей космонартики Приготовил свои награды Благодарность За поддержку проекта Гагаринский урок космоса Мы Патриотическое воспитание Подрастающего поколения И популяризацию Достижений Ракетно-космической Отрасли Вручается Благодарность Временно исполняющему Обязанности Руководителя Администрации Зато городской Добрый звездный городок Борисовскому Евгению Васильевичу За подписью Директора музея Натальи Артюхилов Теперь вы получаете Наверное награды Потому что Я не знаю Здесь или нет Федору Николаевичу Ерчихину Героя Российской Федерации Летчику-космонавту России Токареву Валерию Ивановичу Герой Российской Федерации Летчику-космонавту Главе городского Обруга Звездный городок Ой, а Тамара Федоровна Валерия Ей и Борису Валентиновичу Тоже есть благодарности Ну мы как-то не дали Валерия Валерия Сергея Константиновича Исправляюсь Благодарность Я чувствую Я вижу Благодарность Доктору наук Автору книги Космос Приятная первая Полыновой Тамаре Федоровне Вручается Благодарность Показано Центр Красивую фотографию Музей космонавтики Вручает Благодарность Благодарность Коллективу Общероссийской Общественной Организации Союз Журналистов России За развитие проекта Гагаринский Роб Космос Это мы Представители Союза Журналистов Поднимитесь Поднимитесь Пожалуйста Один человек На сцену Есть Давай Давай Представитель Союза Журналистов Так Коллективу Россотрудничества Это Коллективу Россотрудничества Ланчукову Юрию Валентину Лечу Благодарность И Сергею Константиновичу И Кого Пожалуйста Да Елена Анатольевна Вы Передадите Спасибо Большое Спасибо Ну А Что Нам Пишите Еще Приме Работы Мистерства Образования Науки Рассо Ну А сейчас Еще Внимание На экран Мы Сейчас Посмотрим С вами Сюжет Из Чуваши Деревья Космонавтики Традиционно Отметила Чувашская Республиканская Общественная Организация Велосипедное Движение Солнца На спице В минувшую Субботу Велосипедисты Города Отправились Из Новочепансанска На родину Космонавта Андреяна Николаева Шоршевы Вот уже пятый раз подряд Таким образом В нашем городе Открывается Муниципедный сезон Ребята приехали Из Чебосара Ну и наши Местные Новочебосарские Велосипедисты Это Для нас Настоящий праздник Смотрите Солнце Какое яркое Сегодня Мы едем Спокойно По трассе В сопровождении Автомобилей ДПС На Дашуршев Где-то будем Останавливаться Пропускать Машины Потому что Атомы и узкие Пока еще Узбитной дорожки Нет От Новочебансанска Дашуршев Но мы Об этом мечтаем Всего наставлено Пришло более Пятидесяти велосипедистов В процессе Движения К участникам Велозаезда Присоединяются Все желающие Поэтому Конечное число Всегда больше Предстояло Продолеть путь В 18 километров Это только В одну сторону В этом году Хотим провести Гагаринский урок Один урок Мы уже провели В художественном музее Новочебансанска Это было 19 апреля Провели такой урок Со студентами Химтехникума А второй урок У нас состоится Уже в Шоршевлах На территории Музея космонавтики Там будут стоять Парты Из класса Андриана Николаева Сейчас В России Проходит такая акция Называется Парта героев И вот эта парта Андриана Николаева Она сохранилась Она Находится в музее В мероприятии Приняли участие Как представители Организации И предприятий Города Так и Воспедисты-любители Данная мероприятия Какая-то Культивирует Здоровый образ жизни Спорт А велоспорт Это тоже очень важный И самое главное Экологически чистый Транспорт В городе Ну и я решил Присоединиться От предприятия И собственно От своих товарищей Которые также Имеют группу Велосипедка Это неформальное движение Велосипедистов Я в общем-то Сюда приехал Буквально Перед домом года Переселился Первый раз Участвую В таком мероприятии Я не знаю Свободу ли я Проехать Весь этот путь Так что я Как позволят У меня протезы Я инвалид Уже Не первый год Велосипед Это для меня Ну не просто Средство Передвижения А образ жизни Я без велосипеда Ну вообще Даже не могу Передвигаться Колонна велосипедистов Отправилась От соборной площади По улице Винокурова Далее на улицу Советская И по промышленной зоне Торжественное мероприятие Продолжать уже Шоршиво Хруслан Иванов Петр Куприянов Новости Новочебоксарска Я сейчас Приглашаю На сцену Делегацию Которая приехала К нам Из Чувашии Пожалуйста Приглашаю сюда Платона Вячеслав Яковлевич Председатель Чувашской Республиканской Общественной Организации Велосипедное Движение Солнца На спицах Член Союза Журналистов России И Чувашии Тукмаков Александр Николаевич Директор Мемориального Комплекса Людчика Космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева Министерства Культуры Чувашии Мудрисков Валерий Аладьевич Журналист Редактор Газеты Грани Издательского Дома Грани Член Союза Журналистов России И Чувашии Заслуженный Работник Культуры Чувашской Республики Никитин Николай Валерьянович Мастер Спорта По велоспорту Заслуженный Тренер Чувашской Республики Семенов Михаил Николаевич Заведующий научным отделом Мемориального Комплекса Летчика Космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева Министерства Культуры Чувашии Пожалуйста А разрешите сочетать Приятного Можно еще пригласим На сцену Валерия Ивановича Токарева Летчика Космонавта Героя России И наших Уважаемых Супругов Волынов Летчика Космонавта СССР Дважды Героя Советского Союза Бориса Валентиновича И Тамару Федоровну Пожалуйста Пожалуйста Ах Как мы рады Вас видеть Спасибо Спасибо вам Большое Организаторы Мы Возвеличивающие Нашу Россию Благодаря вам Мы выйдем На Недосягаемую Орбиту Добрый день, дорогие друзья, много уважаемые наши космонавты. Мы вас очень любим. Разрешите от Чувашской республики, от нашего меморгического комплекса, поздравить вас с этим замечательным днем. Мы сюда приехали с большим удовольствием. Еще более большим удовольствием участвовали в этом проекте. Она у нас получилась, я считаю. Она у нас получилась не только с участием велосипедистов, и других всех возрастов нашего населения, нашей республики, школы. И по всем, которые мы наметили, мы его выполнили. И мне хочется поблагодарить всех участников, которые организовали этот проект. И, конечно же, я очень благодарен Центру подготовки космонавтов имени Гагарина, Юрия Алексеевича Гагарина. И хочется нашей грамотой, нашу грамоту вручить коллектив того, что исследовательского и испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина за плодотворное сотрудничество, помощь в пропаганде космонавтики и сохранение памяти первопроходцев космоса. Я бы попросил передать руководителям Центра подготовки. И наш альбом, которого книга «Память о Богданнице» он с этого числа. Пожалуйста. И наши куплеты из вини. У вас еще есть подарок для Елены Анатольевны. Елена Анатольевна, просим вас выйти на сцену. Пока она идет. Мы отправили поздравительную открытку и фотографии всех участников гагаринских уроков на орбиту на МКС 55-56. Вот она так выглядит, эта открытка. А вот это вот афиша... Прошу прощения, это вот и есть афиша велопробега. Я ошибся. Открытка, которую отправили на орбиту. Елены Анатольевны, пожалуйста, огромное вам спасибо за огромную работу, что вы проделали со своей командой. Это все для вас. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну а для вас, Вячеслав Яковлевич, Благодарственное письмо от Попечительского совета и Оргкомитета. Пожалуйста, вручите Председателю Центрального совета велодвижения «Солнце на спицах» Благодарственное письмо. И, конечно же, памятное фото всех, которые сейчас находятся на сцене. На память Чувашию из «Звездного города». Ну а когда-то, может быть, вы велопробегом и к нам приедете в «Звездный городок». Спасибо всем большое. Проходите на старые места. В зал. А я хочу сказать, что в рамках проведения Гагаринского урока «Космос – это мы» в этом году впервые прошла акция «Парка героев». Это проект заместителя, председателя Комитета Государственной Думы по обороне Швыдкина Юрия Николаевича. Слово товарищу здоровья Минолунику. У меня такое грустное, в общем-то, обращение. 27 марта этого года исполнилось 50 лет, как листала Юрия Гагарина. И в этот же день – роковое совпадение, трагедия в городе Кемерово. Мы с моим мужем выросли в Кузбассе. Школа, институт – это наша родина, наши родные места. И я, мне кажется, очень уместно озвучить о мероприятии, которые сейчас идут в поддержку городу Кемерово. Союз кузнецов. Союз кузнецов России, и эта организация международная, центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени Бардина, в котором я работаю более 40 лет, обратились, выдвинули проект. В сквере, который планируется разбить на месте трагедии, создать памятник из чугуна и стали, выплавить, отковать дерево, отковать вишни по числу погибших. Вишни именные, досветятся их имена. В четырех субъектах Российской Федерации в школах, где учились герои-космонавты космоса, были установлены парты героев. В средней общеобразовательной школе номер один имени Юрия Алексеевича Гагарина в городе Гагарине Смоленской области. В этой школе учился Юрий Алексеевич Гагарин. В средней школе номер один в городе Прокопьевска Кемеровской области ее окончил дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Борис Валентинович Воруинов. В средней школе номер 30 города Севастополя, в которой обручался Герой Российской Федерации летчик-космонавт Российской Федерации Антон Николаевич Каплеров, который в данный момент находится в долгосрочной экспедиции на Международной космической станции. И в средней общеобразовательной школе имени Владимира Михайловича Комарова городского округа Звездный городок Московской области, где обучались два Героя России, два летчика-космонавта Российской Федерации Сергей Александрович Волков и Роман Юрьевич Романенко. В следующем году уже планируется к открытию парты Героев Космоса в школах Москвы и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Тульской области и других регионах России, где родились и учились летчики-космонавты, герои СССР и герои Российской Федерации. А сейчас я с большим удовольствием хочу предоставить слово Алексееву Владимиру Николаевичу, представителю Совета ветеранов Звездного городка и одному из старейших сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, который знает и помнит всю историю Центра и Звездного городка. Пожалуйста, Владимир Николаевич, вам слово. Уважаемый товарищ, всегда сложно выступать первому и в числе последних, потому что люди уже утомлены, и, естественно, можно про космос и про Юрия Алексеевича Гагарина говорить очень много, бесконечно, и целого дня не хватит. Мне посчастливилось то, что пришлось работать со всеми космонавтами первых наборов, но по времени я не ложился, только достал время Юрия Алексеевича Гагарина. Тот проект, который вы организовали, организаторы Гагаринского урока, он не только правильный, он просто необходимый, и его география растет, развивается во всех городах, и это правильно. Я был немножко разочарован в том, что лет 10 тому назад, когда нас просили проводить беседы в школах, и когда старшеклассники не могли назвать некоторые моменты, некоторые даты, и даже было стыдно слышать, что даже не знают, кто был первым космонавтом у нас вообще на планете, то это был, конечно, большой пробел и в школе, и в домашних условиях родителей, потому что такие вещи не знать просто необходимо, и каждый должен это четко понимать. И вот когда вот это все, программа наша будет развиваться и дальше, то мы действительно этот пробел ликвидировали полностью, и все это будет необходимо нашим школьникам и всем это знать. Я думаю, на каждом мероприятии, которое проводится, принимаются решения конкретные. Если мы сегодня проводим вот такой гагаринский урок, то мне кажется, наступило время, когда обратиться необходимо в Министерство просвещения и вести не только гагаринский урок, а вести дисциплину по космонавтике, чтобы, допустим, вторая часть предмета астрономии была изучением нашей космонавтики, начиная с Юрия Алексеевича Гагарина. Вот тогда все школьники, начиная с младшего класса и до выпуска, будут хорошо знать все эти данные, все рекорды, все победы, в которых мы были десятилетиями впереди всей планеты. Я думаю, будет просто необходимо, и мы к этому придем. Ведь каждый наш поет, и мы должны об этом говорить, не только о Юрии Алексеевича Гагарина, который действительно является уникальным по человеку, и его подвиг совершил такой, который трудно пересидеть. Юрий Алексеевич Гагарин, он, собственно, превратил сказки Жюль Верна в быт, то есть реализовал то, о чем мечтали наши фантасты, наши лица, подходящие освоить наше пространство. Казнатель Иванович Старковский тоже мечтал о покорении космоса, и те, кто был в музее Старковского в Калуге, могли заметить, расчетил форму, его дирижабль, самолет, который рисовал, о том, чтобы эта мечта была воплощена в жизнь, и Юрий Алексеевич Гагарин это выполнил, это сделал, и открыл дорогу в космос. Если даже в Бегло провести вот этот вот такой экскурс по нашим достижениям, то мы должны в день Гагаринского урока говорить не только о Юрии Алексеевич Гагарине, а все, что сделано нашими космонавтами, то, что мы достигли в космонавтике. Вот если мы сейчас в Бегло буквально через 7-30 секунд пройдем, то, я думаю, будет не лишнее напомнить. Допустим, первый выход в открытый космос о Сергеем Басилеонове. Это уникальный поле эксперимент, о котором он рассказывает на всех встречах, при всех беседах. Это первый полет женщины, который 16 июня будет отмечать юбилейные даты. Это первый групповой полет нескольких кораблей на орбитальной станции. Это все вещи реформные. Это первый длительный полет на Союзе в 1970 году, на Союз-9 Николая Севастяна. То есть, в первой станции я не буду все это перечислять. У нас должны все школьники знать о том, сколько у нас космонавтов прошли отбору и сколько космонавтов слетало. Допустим, в сидящей зале, не все знают, что у нас на сегодняшний день слетало 121 человек. Это не полеток, а количество людей. У американцев слетало 335. За счет того, что у них летали на шатре по 70 человек. Поэтому здесь вот эти цифры надо знать. Сколько у нас полетов совершили рекордсмены? Например, полет Женебекова 5 полетов длился 20 лет. Никто не мог покорить. После него появились космонавты, которые превзошли количество полетов. До 6 космических полетов. Это тоже надо знать. Важно знать такую деталь, которую американские ученые еще в 70-м году говорили о том, что максимальное время пребывания человека в космосе допустимо не более 30 дней. Если бы это было так, то в принципе ни о каких полетах межпланетных перспективах нельзя было бы и говорить. Но наши космонавты доказали о том, что это неверно, и что летать можно и 3 месяца, и год, а Поляков Валеров совершил полет полтора года. И вот это является основанием для того, чтобы сейчас вплотную заниматься подготовкой к межпланетным перспективным полетам. Я могу о космосе рассказывать вам целый день, но не буду вас утомлять. Хочу, чтобы действительно все это школьники наши знали. Все это знали и взрослые, и дети. Потому что здесь должна быть не только пропаганда нашего космоса, а реальные достижения должны быть всем известны. Я еще раз поздравляю и выражаю искреннюю благодарность организаторам вот этого Кагаринского урока. Думаю, что вы на правильном пути, и это принесет безусловно свою большую пользу на благо нашего отечества. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Николаевич, за такое замечательное завершение, я бы сказала, нашего торжественного мероприятия. И я надеюсь, что здесь в зале находятся все, можно сказать, фанаты космоса, да? Потому что космосом достаточно заболеть один раз, и потом он не отпускает. Потому что космос — это космос. И я хочу пожелать вам всем болеть им, потому что это очень правильная и хорошая болезнь. И чтобы Кагаринский урок продолжался, жил многие годы, и чтобы все больше и больше людей интересовались и знали о достижениях нашей космонавтики. Спасибо всем большое за то, что были сегодня с нами. Спасибо. Матушка земля, За нами сила предков, А мы светлая рать, Под нами матушка земля, Над нами благодать Над нами благодать Над нами благодать